Проповедь тридцать вторая Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби. Псалон тридцать первый, седьмой стих. Как-то я видел странную картину, которая, как мне казалось, хорошо иллюстрировала путь спасения через веру в Господа Иисуса. Кто-то совершил преступление, за которое он должен был умереть. Но в то время церкви считались убежищем, в котором преступники могли укрыться и так спастись от смерти. И вот, посмотрите на этого человека. Он бежит к церкви. Кровожадные стражники преследуют его с обнаженными мечами. Они преследуют его до ворот церкви. Он взбегает по ступенькам. И как раз в тот момент, когда они уже почти нагнали его и готовы были на пороге церкви разрубить его на куски, из церкви вышел священник и, держа в руках крест, воскликнул «Назад! Назад! Не пачкайте кровью порог Дома Божьего! Назад!» Свирепые стражники благоговейно уходят, а несчастный беглец прячется заря со священника. Так и со Христом. Виновный грешник бежит к нему. И хотя его преследует справедливость, Христос поднимает свои пронзенные руки и говорит справедливости «Назад! Я защищаю этого грешника! Я не дам ему умереть, потому что он полагается на меня!» Грешник, беги ко Христу! Чем хуже ты, тем больше чести ты оказываешь ему, если веришь, что он может защитить даже тебя. Если ты болеешь несерьезной болезнью и говоришь врачу «Я полностью полагаюсь на ваши способности», то это еще не особенно большой комплимент. Нетрудно вылечить больной палец или небольшое недомогание. Но если ты лежишь с тяжелой, опасной болезнью и все равно говоришь «Я не хочу искать другого врача!» «Вы самый лучший врач!» «Я буду слушаться только ваших советов и с радостью доверяюсь вам!» То какую честь ты оказываешь ему, вверив свою жизнь в его руки! Поступи так же со Христом! Вручи ему свою душу! Доверься его попечению! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!